Я вас ждал всегда Жилько Ковачевич, Киспирович и брат Марио. За днях я вам передам еще переписку, где мы ехали с подарками и в это время нас встречал непосредственно Жилько, Киспирович и Марио. Постоянно были переписки у нас, пока мы летели, мы в аэропорту, он указывает, кто встречает нас лично, но он без фамилии, он просто Жилько тут уже ждет вас, то есть я как друзья старые. Киспирович представился мне как помощник, заместитель министра энергетики. Еще покупки завода и все остальное Киспирович уже обсуждал в переписке указано с кем и заставляли работников министерств энергетических предприятий отдавать тендеры нам вопреки всем законам. Ну вы сами видите по переписке, что непосредственно Киспирович дает нам инвесторам отчет, что и там и там уже переговорено, документы уже вне зависимости, тендер еще не прошло, а он уже получает документы, они подготавливаются, подключают туда дополнительные компании, которые X, чтобы все прошло, как полагается, в нашу сторону. Передали подарок, именно в доме для приема гостей, это желтое здание такое очень красивое, в подвале, в винном погребе, вот там и было передано все это. Все, что произошло, все, что произошло в Ранечке бане, было в здании, в подвале, в винной комнате. Это дом для приема гостей, иностранных гостей. В комнате находились я, Орешкин, я уже приезжал и уехал, был Орешкин. Арапов, был Кисерович. Третьи лица, еще три человека, они будут озвучены вот в этой переписке. В данный момент сейчас следователи, которые готовят, потому что господин Орешкин у нас замешан, оказывается, тоже во многих здесь, скажем так, незаконных сделках и в России, поэтому сейчас идет следствие в полном объеме. Делами занимаются службы, которые, скажем так, службу над службами. Какой отдел из этого подразделения занимается ФСБ, а какой отдел ФСБ, я не имею права сказать. Энергоинженеринга и то, что всплывало на него, эти тандара, и они должны были якобы забираться, различные оборудования, ремонтироваться на заводе Энергоинвест, ничего не происходило, все было чисто на бумагах. И поэтому и было создано дополнительное подразделение, опять в кавычках, в электронном инженеринге, как ремонтная бригада, которая осуществляет ремонт на электростанции, на гидростанции, на подстанции. Но это все было в кавычках и блеф. Продолжение следует...